Что такое 20 лет в истории парламентаризма? Старейший на земле исландский парламент Альтинг образован в 930 году, ему более тысячи лет. Но в том-то и дело, что иной раз за два десятилетия необходимо проделать путь, на который прежде требовались века, и невозможно было представить, до какой степени уплотнится время. Если вспомним начало 90-х годов, парад суверенитетов, когда полностью была разрушена нормативная правовая база, в этих условиях, конечно, становление парламентаризма, создание не просто свода закона, а той нормативной правовой базы, по которой жить, было очень важно. Буквально с первого созыва Законодательное собрание Петербурга – флагман регионального парламентаризма. Именно ему довелось проторить совершенно неведомую для страны дорогу. Закон о системе органов государственной власти в городе – это совершенно революционный для России. Конечно, мало кто на это обращает внимание, но это закон, по которому в России впервые члены правительства стали назначаться согласие Законодательного собрания. Они должны отчитываться перед Законодательным собранием. Более того, Законодательное собрание могло выразить им недоверие. А ведь это реальный механизм контроля. Законотворчество – первая и основная миссия парламента. Количество принятых и утвержденных законов росло в арифметической прогрессии. Если в 1994-м был принят всего лишь один закон, в 1995-м – 28, то к середине 2000-х счет пошел на сотни, и парламент заработал как бесперебойный механизм. В этом смысле мы стали работать более организованно, и благодаря этому более культурно и сдержанно по Петербургу. Но я помню, как мы над бюджетом сидели до 10, половины 11 вечера, и нам в зал тогда, это был малый зал, нынешний белый зал наш, когда мы еще в нем заседали, во втором созыве, нам туда приносили бутерброды, чай. Однако деятельность законодательного собрания не ограничена решением сугубо городских проблем. Парламент Петербурга, и это статистический факт, самый активный региональный орган, влияющий на жизнь страны в целом. В этом отношении петербургский парламент занимает ведущую роль. За время шестого созыва Государственной Думы законодательное собрание Санкт-Петербурга стало инициатором порядка сотни законопроектов. Несколько принято, около 40 сейчас находятся в работе, в рассмотрении депутатами Государственной Думы. Интеллектуально Петербург мог бы быть не просто второй столицей, а быть частью организма, который принимает главные решения страны, влияющие на ее отношения с Европой, с миром, определяющие ее будущее. К слову, вторая столица – это не фигура речи. Городские депутаты проголосовали за переезд Конституционного суда в Санкт-Петербург. И в феврале 2007 года президент Российской Федерации это решение утвердил. Санкт-Петербург стал де-юре второй столицей. Он юридически теперь является второй столицей, потому что здесь работает орган власти, Конституционный суд Российской Федерации. Особым образом самобытность парламента Петербурга выразилась в его многопартийности. Изменяясь, взрослея, избавляясь от излишней суеты и шума, он всегда оставался местом для дискуссий. А самое главное, в городе, где 64 политических партий зарегистрированных, и такое представительство в законодательном собрании, вот в этом городе вот эта политическая конструкция, она и создает устойчивость. Я убежден, я убежден, что в парламенте должно быть представлено как можно большее количество партий. Одна из важных функций и своего рода привилегий городских депутатов – обязанность выбирать почетных граждан Петербурга. В мае 2006-го этого звания был удостоен Владимир Путин. Я вам чрезвычайно благодарен за огромную честь, которую вы мне оказали. И обращаюсь как раз к депутатам законодательного собрания, к жителям города. Потому что земляки – это близкие люди, а оценка близких людей всегда дорогого стоит. В разные годы почетными гражданами Петербурга становились также Дмитрий Лихачев, Ольга Бергольц, Патриарх Алексей Второй, Кирилл Лавров, Жарес Алферов, Андрей Петров, Даниил Гранин. Это круг людей, всем известных и чрезвычайно востребованных. Каковая загруженность не мешает им следить за жизнью парламентариев. Я бы пожелал им не забывать, что они заседают в Мариинском дворце, что здесь заседал Государственный совет Российской империи, который когда-то переехал туда. Что у нас есть картина Репина, где есть лица людей, которые там заседали. Есть вот такие ориентиры, я думаю, что вот это надо никогда не забывать, и тогда все будет хорошо. Мариинский дворец – один из трех так называемых политических дворцов Петербурга. Получивший свое название в честь дочери Николая Первого – Марии Николаевны, он более ста лет неразрывно связан с политической жизнью России. С 1885 года в нем размещались Государственный совет и Комитет министров Российской империи. Именно здесь, в ротонде Мариинского дворца, 7 мая 1901 года состоялось торжественное заседание Госсовета, которое на своем полотне запечатлел Илья Репин. Копия картины находится в стенах Законодательного собрания, как напоминание депутатам об их особой миссии. Мы не можем себе позволить избыточного популизма, мы не можем себе позволить принятие каких-то непрофессиональных решений, непрофессиональных законов в угоду тем или иным политическим амбициям, тем или иным группам лоббистов. В этом смысле Законодательное собрание Санкт-Петербурга должно быть на высоте. Каждый юбилей – это не только повод для подведения итогов, но и время построения новых планов. И потому резонно задаться вопросом, каким он будет, парламент будущего, еще 20 лет спустя? Что можно было бы пожелать тем, кто придет на смену? Депутатам, которые придут, я хочу, чтобы их девизом было «Сделаем лучше, чем наши предшественники, уважая их труд и сохраняя те традиции, которые заложили». Нам, наши предшественники, хочу сказать, оставили великий парламент Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Я это говорю абсолютно искренне. Алексей Михалев, Пульс города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова